здравствуйте ребята с вами вновь артем звездин и тут вот пока у меня бомбит бомбит пукан вот пока он разрывается прям в клочья как вот фудзияма вот или там в древней греции визу и вот разрывается у меня пукан я с вами хотелось поделиться вот такими вот эмоциями дело в том что я уже давно никуда не захожу не на смарт-лап не не вконтакте не читаю вот эти вот форекс общества там и так далее ну вот сегодня вот мне захотелось ну вот захотелось вот играла в году значит в игрушку сидела сидела думать дай-ка я зайду посмотрю что то что там такое и значит администратор группы разместил видео где сиди сидя значит руководство теле трейд аль пари в общем я выложу это видео перезалью нарушу так скажем авторские права вот чтобы вы тоже собственно говоря все посмотрели дело в том что форекс по сути дела могут прикрыть и соответственно начать его регулировать выдавать лицензии таким образом здесь уже будет все все то вот негативно все эти минусы появятся на форекс которые есть на бирже то есть будет минимальный депозит это 10 тысяч долларов скорее всего выплата налогов помимо выплаты налогов будет еще и не быть никаких сотых контрактов там десятых контрактов будет один год все и как бы по сути дела на этом фон на форексе можно ставить точку потому что для трейдера это уже будет недоступно для начинающего трейдера ну 10 тысяч долларов это 600 тысяч рублей 600 тысяч или 500 тысяч как сейчас я уже не знаю курс какой сейчас на но в общем в том что уже будет недоступно чтобы проверить свои суммы и тут в комментариях значит мы стали обсуждать какая же есть собственно говоря альтернатива форексу и какой-то вот сережа я писал значит слушай вот есть биржа 7 туда входа от 1000 долларов до супер блин туда действительно вход одна тысяча долларов но тем не менее туда конечно вход одна тысяча долларов но там очень дорогой дорогая ну стоимость шага цены очень большая если мы говорим о евро евро долларе то стоимость шага цены примерно где-то 12 долларов то средний стоп лосс мой и вот где-то вот 20 пунктов вот берем такое небольшой немаленький средний 20 пунктов соответственно это у меня двенадцать половиной тысяч рублей двенадцать половиной тысяч рублей по курсу по моему 50 до 50 рублей считал вот 12 половиной тысяч рублей один стоп лосс я не знаю может быть сергей прикалывался или что это было я не понимаю но дело в том что я ему написал сергей слушай ты какую-то херню несешь ты людей толкаешь по сути дела в долговую яму и финансовые финансовую яму человек будет сливать это же понятное дело что блять начинающий трейдер будет бабки сливать он будет совершать убыточные сделки и есть даже небольшая как бы статистика 20-30 убыточных сделок подряд вы представляете 20 убыточных сделок то есть для того чтобы просто проверить себя на береже нужно залить туда ни много ни мало если соблюдая вот риски и так далее чтобы проверить себя 20 стоп лоссов это у нас примерно получается 250 тысяч рублей 250 тысяч рублей мне нужно залить чтобы попробовать себя на бирже так помимо этого мне еще нужно купить терминал помимо терминала мне еще нужно заплатить купить какое-то обучение и соответственно сумма входа туда будет ну возьму это обучение будет 30 тысяч рублей то есть такое легенькое совсем и совсем легонько обучение и терминал там тысяч 20 до возьмем ну предположим хотя нельзя трейдер тот который предоставляет доступ к семьи он более менее бесплатный но если есть компании которые предоставляют нему более-менее нормальный доступ таким образом получается что мне нужно чтобы проверить себя как трейдер 300 тысяч я блять не знаю ребят может быть кто-то вот есть вот такой вот у кого вот знаете вот лишние 300 тысяч которые можно вот так вот взять и вот попробовать от трейдер не трейдера хуй его знает вот попробовать решил системку свою за 300 тысяч это дело в том что 300 тысяч это сумма самый вот такой вот бюджетные машины новый предположим это вот сейчас вышло это типа типа японская какая-то вот датсун хотя это не японская это российского производства и так далее но вот она стоит 300 тыс чтобы мне проверить себя как трейдером не нужно 300 тыс мне нужно отдать машину еще совсем ебнутый и может быть в ребят может быть как кто-нибудь вот есть вот такой вот дурак который хочет за 300 тысяч проверить свои силы на бирже слушайте не приходите ко мне я вам дам и обучение дам вам счет вы будете торговать кто вот хочет вот прям совсем вот так вот чтобы серьезно было я вас буду бить плеткой чтобы стопы не совершали буду вас сам пенделя давать вот нахуй посылать и так далее и тому подобное сделаю все вот максимально комфортно так как вы хотите за 300 тысяч в рамках конечно разумного там и так далее за 300 тысяч ребят я готов на все ну в рамках разумного в рамках тренинг так вот знаете и я написал сергей слушать ты какую-то херню несешь ты говоришь не неправильные вещи ты людей толкаешь блять по сути дела не туда финансовую яму толкаешь и в долговую яму это же это же если у нас взять среднюю температуру по больнице что называется среднюю величину заработных плат наш всем все большинство торгуют же за зарплату в таком случае следует ну где-то тысяч 27 до 30 вот средняя заработная плата если 27 30 тысяч это у нас получается сколько нужно подать сколько нужно копить ну около где-то трех лет чтобы накопить всего три года ты копишь блять накопил 300 тысяч влил их чтобы проверить блять а вдруг ты у тебя что получится вдруг не получил его знает вот я тут системку написал вот так вот примерно получается я написал слушай сергей ты блять долбоёк откровенно говорю на что знаете в мой адрес было что мне а бои блять какие-то не такие что у меня монитор и какие-то не такие почему здесь блять аборит причем здесь монитор я не понимаю плеч как это вот относиться что ты тоже начинающий трейдW Nordash я начинающий трейдW stater я это не отрицаю не скрываю я всегда буду начинающий дрейдвом сколько бы мне лет не было сколько бы я не занимался бирже я всегда буду начинающий трейд Centre потому что рынки постоянно меняет ну Ну вот, обои у меня какие-то не такие, соответственно, вот если у меня обои какие-то не такие, мы делаем вывод, что, значит, я не так как-то что-то думаю, если я не так как-то что-то думаю, значит, у меня логика не такая, соответственно, я не трейдер ни хера, а прикидываюсь и так далее, и так далее. Вот все дело на самом деле в обоих Я-то, блядь, не знал Надо просто было обои, блядь, поменять А я-то, блядь, сижу тут и думаю, блядь, стараюсь что-то заработать Пишу статьи, блядь, какие-то Книжечки там, блядь То-се, блядь Там ролики какие-то Надо было просто обои, блядь, поменять А я вот дебил, блядь, не понимаю И вообще, да, я вот так вот не скрываю Блядь, нищеброд я Денег нету, нихуя Вот даже у меня, вот телефон даже Китайский за 5000 рублей Все уходит на стопы по 12,5 Все вот у меня ушло на стопы по 12,5 Ну ладно, шутки шутками А действительно Какая есть альтернатива? Какая есть альтернатива Форекс? Вот мы предположим, что завтра Форекса не стало Трудно даже это себе представить И у меня даже слеза наворачивается на глазах Но тем не менее Альтернатива есть, ребят Это не биржа Сиеми Потому что биржа Сиеми для новичков очень дорогая Это российская биржа И на российской бирже есть валютная секция Валютная секция Я уже не помню, сколько там контрактов Но больше пяти точно И на валютной секции шаг цены Вот если мы берем евро-доллар Например, там есть фьючерский контракт Евро-доллар Получается 5 рублей стоимость шага цены 5 рублей Где 5 рублей? А где 650 рублей? Разница по мне очевидна И помимо этого получается, что один стоп-лосс У нас, если мы сравниваем вот так Один стоп на российской бирже У нас будет, ну где-то до 100 рублей дойдет То есть, да, примерно 100 рублей будет А где 100 рублей? Где 12,5? В 12,5 раз у нас стоп-лосс ниже И, разумеется, лучше переходить на российскую биржу И более того, там, если вы не хотите валютную секцию Есть, допустим, фьючерские контракты Фьючерс на акции Газпром Или на акции Сбербанк Там стоимость шага цены 1 рубль 1 рубль Вы представляете, что такое 1 рубль? Да, там у вас стоп-лосс будет чуть-чуть побольше Но он у вас тоже займет до 100 рублей И вы можете учиться полгода То, что вы сольете одним контрактом на бирже Сиеми Вы на эти бабки можете полгода Сливать свой счет на российской бирже И поэтому, разумеется, я призываю вас Вот если вы будете сейчас на Форексе Если Форекс прикрывают То бегом сразу на российскую биржу Пока вот ее не прикрыли Понятное дело, что хотят, хотят вот все прикрыть, блять, закрыть И, ну, там страна такая Все, гайки закрутить, запретить Это просто страна такая И система такая Которая не понимает, что такое свобода Свобода рыночных отношений Главное вот все запретить на авось На всякий случай На всякий случай Вот мы запретим Это вот мое мнение Я, конечно, безумно люблю Путина И безумно люблю партии, правительство И советской власти я вообще доволен Ребята, также нужно понимать Я понимаю, что каждый из нас Вот без шуток Каждый из нас любит себя Каждый из нас думает, что вот с ним ничего не случится Но, ребята, чудес не бывает Вы, вот я вот говорю Я же, блять, я же делюсь с вами своим опытом И поверьте мне Я уже столько бабок влил Вы себя просто не представляете Уже дело до смешного дошло Мне уже друг говорит Который, знаете, про биржу я так вот Скользь всегда упоминаю Чтобы не создавать впечатление Что я тут ворочаю миллиардами Я вскользь так говорю И он мне уже говорит Слушай, ты ебнутый Ты уже, блять, потратил столько денег Чтоб ты себе мог купить машину Ты уже, блять, давай Со своими играми-то уже разбирайся Купи уже себе машину Что ты на одном и том же хламе ездишь И вы знаете, я с ним полностью согласен Я с ним действительно полностью согласен Потому что Нужно оценивать свои возможности И возможности здесь оцениваются очень просто Ни в коем случае не вливайте депозита больше Чем вы можете себе позволить А высчитывается очень просто Средний ваш ежемесячный доход Какой бы он ни был Со всеми там Премиями, не премиями Надбавками, не надбавками И умножаете на 2 На 2, на 3 То есть, если вы, допустим, получаете 30 тысяч Соответственно, депозит у вас где-то будет 60 Это вполне нормально Да, если вы эти бабки просрете То будет, конечно, не обидно Но где 60, а где 300 тысяч Разница же, блядь, очевидна Разница очевидна Или там 250 тысяч И нужно рассчитывать свои цели Свои силы И плясать непосредственно от депозита То есть, если у вас депозит 60 тысяч То какое нахер сиеми У вас депозита хватит на 10 стопов Или на сколько там Ну, короче, считать надо Но, в общем, не на много Какое нахер сиеми Идите на российскую биржу Идите на Форекс Среди Форекс есть Хорошие, замечательные компании Сразу говорю Вот Я уверен, что меня будут спрашивать Я рекомендую Оли Пари Я бы, конечно, мог вам предоставить Реферскую ссылку Надо будет так и сделать Но Но я делать это не буду У меня с ними никогда не было проблем Вот реально Или на российскую биржу Тоже проблем никаких нет Торгуйте и так далее И, ребята Избавляйтесь уже от мнения Что вот тут, блядь, на бирже Воротят миллиардами Там Волк с Волл-стрит, блядь Что вот это вот Понимаете, тут все Вот кто не заходит Он зарабатывает миллиарды Что некуда складывать Что вот так вот Тумбочку открываешь Тут у тебя одно вот Одно бабло Вот бабло, бабло Ты берешь вот этот вот кошелек У тебя там тоже Тоже Куча бабла, бабла Везде одно бабло В шкафах тоже деньги На столе лежат деньги Там на кровати лежат деньги Все, везде деньги В это время ходит прислуга Эти деньги вот так вот Руками собирает Кладет этот мешок Ногами утрамбовывает Все Кладет в подвал Пока там есть место Место там кончается Давай в чулан Вот это Такого нет на бирже Ребята Если речь идет о Среднячках То доход Вот если поделить На 12 месяцев Примерно 5% в месяц Если речь идет О каких-то профи Я повторяюсь Не повторяюсь Я говорю Что это с соблюдением риска Как понятное дело Что вы можете заработать 400% За 4 дня Но при этом у вас риск Проебать будет 800% Если вам это Как бы устраивает Пожалуйста Давайте Пробуйте себя Если мы говорим О профи С соблюдением риска И так далее То средняя сумма Это от 5 до 20% В месяц Слушайте Это не так и много На самом деле Прибавим сюда Периоды Когда вы отдыхали Когда вы не торговали Прибавим сюда Периоды Когда биржа закрыта была Прибавим сюда Периоды Когда с вас налоги снимают Плюс сюда Оплата терминала Помимо сюда Можно еще включить Пописать Пока То есть Не так и много На самом деле И потихонечку Потихонечку Вы будете капитализировать Свой счет И так далее Понятное дело Но, ребят, вы должны оценивать свои силы и готовиться к худшему. И помимо этого, вы должны готовиться к долгому периоду. Вы не думайте, что вы сейчас пройдете обучение, или послушаете там Артема Звездина, или послушаете Александра Герчика, и сразу начнете торговать. Ребята, речь идет о годах. И когда-то я ставил перед собой целью, как я уже говорил, я ставил перед собой целью 2 года обучиться торговле и все. Нет, ребят, никакие 2 года. Речь идет о 5, о 6, о 7 годах. Бесприбыльной торговли вообще. И это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. И так большинство трейдеров развивалось. Да, какие-то есть единицы, которые пришли на рынок, заработали, и как бы нормально все, замечательно. У них на это ушло меньше месяца. Но, ребят, их единицы. Это, можно сказать, какие-то уникумы и вундеркинды. И, знаете, это есть в любой сфере такие люди. Такие умные, эрудированные люди. Есть в любой сфере. И, например, какой-то физик. Одному физику требуется 20 лет, чтобы решить какую-то там теорему по Анкаре. А другому требуется там за несколько лет. При этом у них просто умы по-разному работают. Это не дело в том, что кто-то умнее, кто-то не умнее. Нет, просто мозг соображает по-разному. И у каждого из вас мозг тоже соображает по-разному. Я не знаю, сколько вам потребуется времени. Это никто не знает. Это Бог даже не знает. Никто абсолютно не знает, сколько вам потребуется времени, чтобы выучиться, чтобы зарабатывать, чтобы прибыльно торговать. Может быть, на это уйдет несколько лет. Может быть, на это уйдет 5 лет. Может, на это уйдет 8 лет. И то вообще без гарантии, что вы что-то, в принципе, с биржи заработаете. Абсолютно без гарантии. Да, понятное дело, что у большинства трейдеров, которые прошли вот этот путь, к сожалению, срок обучения, самообучения и дохождения до конечной точки прибыльный трейдер примерно 5-6 лет. 5-6 лет. Ребята, вы должны примерно понимать, о чем идет речь. Это очень долго и очень дорого, я бы даже сказал. Ну и здесь, безусловно, понятно, что существуют такие люди, которые, знаете, блядь, типа вот, давайте вот я обучение введу, там все. И его спрашивают, о, великий мастер, о, великий гуру, сколько у вас времени потребовалось для того, чтобы выучиться? И он говорит, у меня, у меня потребовалось всего лишь 3 месяца. Ни доказательств, ничего. То есть вот какое-то голословие. И, соответственно, из-за того, что вот какое-то голословие, он подогревает вот интересы, это будет другая тема, я с ним про этот отдельный ролик, это большая тема. Он подогревает интересы, желания легких и быстрых денег. И люди думают, ага, если у учителя получилось, значит, и у меня получится, точно. Если у него за 3 месяца получилось, значит, и я за 3 месяца. Срочно надо идти и бежать платить этому учителю, бежать вливать бабло. Поэтому, ребята, не ждите никаких чудес и не ждите, не думайте, что вот именно с вами ничего не случится. Именно с вами ничего не произойдет. Не думайте об этом. Ребят, всегда готовьтесь к худшему, надейтесь на лучшее. Это тактика, которая проверена годами и написана кровью тех трейдеров, которые послевали свои депозиты к чертовой мать. Поэтому, да, подписывайтесь на канал. На этом, в принципе, я все. Все вам рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напоминаю вам, что на моем сайте все есть в текстовом формате, с графиками, как вы любите, как вы желаете и так далее. В общем, там Blackjack и шлюхи. Соходите на мой сайт. Ставьте лайки. Всем пока. Удачи.